Итак, сегодня поговорим о человеке, о Денисе, как стал программистом парень. Денис и начал писать на разных языках программирования, что он делает. Я проанализировал запросы, ну вот люди ищут, как стать программистом с нуля, пошаговая инструкция, как стать программистом, как стать программистом 40 лет, как стать программистом с нуля самостоятельно, как стать IT-специалистом с нуля и так далее. есть всего два пути изучать как все и изучать особым образом Денис, кстати, это видео я пишу вообще для вас, но просто уже и помочь другим ребятам, чтобы они как-то немножко осознали, потому что надо показать, что вам дальше делать. Изучать как все. Открываем туториал абсолютно любого языка, и в нем вы увидите следующий момент, то есть сначала идут типы данных, бла-бла-бла и так далее. Вы знаете, я уже скоро буду 14 лет программирования, и я не нашел ответа на вопрос, почему когда-то в начале кто-то не хотел ничем думать, а просто решили, вот на сайте разработчика расположен язык в виде справочника, вот так и будем давать. И пока человек, говорю, изучает типы данных, там несколько месяцев, другое, первое изучай, второе забывай. Вы знаете, мне, у меня вообще мало комментариев, я просто в них не смотрю никогда, но когда посмотришь, мне там с этими кричат люди, а это не так. Может и не так, ребята, но почему в поиске куча людей не умеют писать, и почему вот приходит человек, вот посмотрим фразы, да, вот в группе, всем привет, система действительно рабочая, теперь нужно больше практики. Потом сообщение, когда уже немножко собрался, да, с мыслями пошло, ощущение такое, что смотрел тысячи серий, но никак не мог найти первую, то есть блуждал человек по языкам. Это последнее сообщение. Так вот я сейчас, я вам отвечу на этот вопрос, потому что на сайте разработчика языка разместить материал в виде справочника, это логично и удобно. Но обучаться по этой системе не совсем логично. По крайней мере, я учу по-другому. Я учу определенным особым образом. И вот он результат. Берем на примере Дениса. При этом обратите внимание, 17.09.22, 17 сентября, да, система действительно рабочая, прорвала, да, то есть понял язык. Сейчас поговорим об этом, да. 26.09. Ощущение такое, что смотрел сериал из тысячи серий, но никак не мог найти первую серию. То есть язык себе, Денис себе вроде что-то делал, что-то понимал. Но потом, давайте посмотрим результат. Потом, смотрим, Денис пишет функции на языке программирования Python. Сейчас я потом еще проговорю. Дальше. Дальше. Денис пишет функции... Он его никогда не видел ранее, язык. Но почему-то пишет функции уже первой исходу на языке Go. Это человек, который вообще не... Дальше Денис пишет функции на языке JavaScript. Далее Денис пишет функции на языке C. Вопрос. Так, ну это оставим пока. Вопрос. А почему так? Открываем классическую вещь эту. И я сказал Денису, а вот отсюда начни с функций. Начал. А что же в функциях смотреть? Да параметры. Разобрал параметры. Разобрать параметры от и до. Потом, когда вы будете открывать абсолютно любой язык, то вам бросится в глаза, что оказывается, сама модель функции во всех языках одинаковая. И единственное разное в языках параметры. Значит, то, что присуще функциям true, if, итерации, все прочее, все одинаково во всех языках, с малыми там отличиями. То есть, по сути дела, давайте подумаем, что надо написать бы для начала языка. Денис на данный момент что? Разобрался с функциями. Начал писать функции на разных языках. Тогда у меня вопрос, ребята. Ведь очень много людей, согласитесь, задают вопрос, а какой язык учить? Отдайте мне план языка. План. План. Действительно. Но прежде чем продолжим мысль, открыл вот ТОГО продукт. Откроем абсолютно любой файл. Мы видим DEV, DEV, DEV. Да, в данном случае это методы. Но подождите, если Денис разобрался с параметрами, оказывается, что он второе сделал. Все воедино. Вот как происходит обучение на большинстве курсов. Человек проходит типы данных. При этом в большинстве своем он не понимает, зачем они. Не понимает, как их использовать. И единственный вопрос, который у него будет стоять, это 100%. Когда я начну писать? Ответ мой такой. Никогда пока не изменишь. Вот тут мы Денису допишем. Типы данных. Смотрите, как далеко. Отвел, да. Тут вот будут классы. Классы пока с Денисом не занимались серьезно, да. Но методы уже разобрали. Вот это есть такая фраза. Свел воедино. Когда люди зачастую изучают, они изучают сначала типы данных. Сейчас мы к ним вернемся. Потом как-то пробежали функции. Хотя вообще функции это основа. Потом прошли классы. Потом пошли дальше. И получается типы данных себе, функции себе, классы себе. А может, ребята, это одно и то же все? Это одного ягоды поля? И тут не буду искать сообщения о Денисах, где он написал. Да, напишу. Вообще-то найду сейчас. Вот, нашел. Встаньте, чего я хотел добиться от Дениса, да. Мне надо было, чтобы у него функция, класс и метод это были одним целым. Только с разными задачами. И, в общем, он мне пишет, когда я изучал self, что касаемо исключения и метода внутри классов, действительно одно и то же. Добавляется только наш most self. Денисах. Параметры аргументов совершенно одинаковые и связи с методами и объектами. Все ничего сложно получается. Абсолютно верно. Так оказалось, что все параметры работают по одним и тем же законам. В результате получается, работая с функциями, Денис в карман засовывает уже сразу метод и работает с классом. Осталось не так много. Разобраться только с задачами класса, задачами метода. Но, опять же, все равно в центре стоит функция. И здесь уже отвечаю на комментарии большинства людей, которые и ругают. И там как только не пишут. Ребят, да не ругайтесь меня. У меня есть результат. Ругаетесь вы, не ругаетесь. Кто-то пишет. А почему не с типов данных? Как там объяснишь то, второе, третье? Ребята, вы знаете, я задам один вопрос. Вот кто ведет курсы? Много у вас людей вышло с курсов и начало писать на нескольких языках? По-моему, в большинстве курсов человек выходит, единственное, что он имеет на данный момент, каша в голове. Останьте теперь, сейчас я вернусь к типам данных. Встаньте вот на сторону мою, как преподавателя. Что я делаю? Смотрите, я ему что-то объяснял? Нет. Если брать и объяснять, я вас научу, вы сможете деньги зарабатывать так. Сегодня есть куча сервисов, да, где приходит человек, начинает вести лекцию. И хочет зарабатывать, чтобы было много людей, не давай людям ничего пропускать через личный опыт. Иными словами, они будут что делать? Там в сервисе есть куча вопросов, они будут задавать вопросы, уходить, это поняли, другое не понимают, и потом приходить снова. Ну, именно так построены современные сервисы. Ну, возможно, вы меня не поняли, но это не так важно. Идею уловили. А смотрите, что я делаю. Ведь я ничего не объясняю. Я ставлю вопрос. Когда есть какой-то конкретный вопрос, человек на него может найти ответ. Мне важно от Дениса добиться того, чтобы он сделал вывод. Вывод, который пройден на личном опыте. Тогда обучение эффективно. Сначала он разобрался с функциями. Потом проверил, что везде исключения работают как одно. То есть у него появилась точка, где он свел воедино функции, классы и методы. Что это поле одного поля ягоды. Что у них есть те функции, где все работает по одним и законам. Значит, вполне очевидно. Он понял, что надо только разобраться, для чего служит функция класс-метод. Отсюда начинается, кстати, куча проблем. Либо они решаются, либо нет. Я всегда даю, что исходный код. Потому что есть такая еще вещь, система работы с кодом. Так вот, исходный код всегда дополняет документацию. Но большинство людей боятся. И сразу, как только начинаешь работать с функцией, то, оказывается, ставим на правильный уровень чтение исходного кода. То есть человек уже начинает понимать, а на что мне смотреть. Я сейчас не буду это вдаряться, потому что нет на это времени. Просто сказал, что это на это влияет. А теперь вопрос. Я типы данных рассказываю после классов. Почему так? Потому что для работы с функциями можно использовать две вещи. Для начальной работы с функциями это числа и строки. Таблицы умножения человек понимает. И строки, хотя слово это не строка, это набор символов. Но сейчас не будем в это вдаряться. Он все равно понимает. Вывело слово, которое он там написал. Ага, значит работает. Достаточно на первом этапе быстро пробежаться. Рассказать про список, что я сделал. Про словарь и про кортеж, допустим. А теперь, Денис, записывайте для себя задание. Вам надо на данном этапе пока разобраться в двух вещах. Это массивы и последовательности. Пока так. Потому что если вы будете брать Java, JavaScript, все прочие, там основной элемент для вас будет массив. В Python будет последовательность. Так вот, в чем здесь суть? Суть в том, что когда мы будем по отдельности разбирать основные типы данных, такие как строка, список, кортеж, мы никогда не будем их понимать четко и писать. Потому что разбираться надо не с типом данных, а с последовательностью. Кстати, почему надо начинать с Python? Богаче документации нигде нет. Ни в одном языке. Если вы возьмете JavaScript, если вы возьмете Kotlin, везде документация рассчитана, что человек уже знает язык. Просто истины. А здесь есть прекрасное пояснение, где мы можем принципы программирования просто понимать. Поэтому, когда мы доходим до последовательности, но на самом деле, чтобы по-настоящему разобраться, что такое последовательность, надо хорошо владеть функциями, методами и классами. Все до этого использование списков, словарей, оно довольно интуитивно и не требует большого объяснения. Но когда мы начинаем разбираться, что такое последовательность и просто начинаем разбирать, а что из себя представляет последовательность. Как я объясняю, это вы взяли на дорожки, камешки друг за дружкой положили, вот это вам последовательность. Один какой-то камешек идет за второй. Далее, представьте эти камешки, посмотрите на них. Вы можете их пересчитать? Пересчитайте. То есть, итерация. Значит, список, строка, кортеж будет иметь итерацию и все операции с ней. И не надо ничего запоминать, надо просто разобраться. Просто там будут разные методы и все. Но, если мы начинаем открывать итерации, то тут у нас очень много цепляется, да? Очень много всего цепляется. Мы пока это оставим. Это будет одно из заданий, Денис, вам. Сейчас скажу почему. Дальше мы здесь видим методы с двумя нижними подчеркиваниями. То есть, выборка, да? Подсчет, выборка. Иными словами, чтобы понять, надо... У меня есть, кстати, бесплатное видео по этому методу. Мы начинаем понимать второе. Может извлекать по срезам. Здесь работает getItem. Да? Именно мы понимаем, когда мы понимаем в классах, мы понимаем, как работают срезы. И кроме этого, мы берем уже этот метод себе для повседневной практики. И третье, они содержат методы. Все. Поэтому нам нет нужды сидеть и взять и тупо, когда человек пришел с нуля, начинает изучать некие там списки, некие словари. Ребят, изучается. Это все имеет одну природу. Последовательность. Да разобраться то надо в последовательности. И понятно, все остальные последовательности в Python будут иметь одни и те же функции. Единственное, чем будут различаться, это синтаксисом, количество методов и своими задачами. Все. Но тогда мы, разобравшись с этим как с последовательностью, мы начинаем на это смотреть не на как учебник, а как на справочник. Мы уже нам интересно. А действительно, а что же еще из моих знаний, вот я разобрался, что я могу сложить в голову себе со строки. И там уже пошел материал, построение. Я очень кратко рассказал. Теперь, Денис, смотрите. Давайте с вами, да? Вот смотрите. Вот смотрите. вот смотрите и так смотрите это я взял из документации и так вы начали работать с функцией когда вы разобрались с параметрами и вот здесь надо заметить здесь работают три простых принципа при разборе параметров параметры функций вызов функции исключения это должно быть по взгляду открыл где там она делась мой файл либо вижу либо не вижу но денис начал видеть те кто будет учиться тоже будут видеть отлично разобрались раз два в методе то есть в методе и не да и в других методах все это одинаково работает отлично вот тут денису на сказать опять меня не услышал сказал денис берите блокчейн почему потому что это обогатит школе кстати ей блокчейн потому что там функциях появляется новая фишка вот эти три пункта они будут работать для всех языков для си жава скрипт но блокчейн у нас появляется да спб-ру и школа да скажу мало люди может кто захочет заниматься можно заниматься индивидуально 48 тысяч российских рублей в эквиваленте либо ну чтоб знали но можно заниматься денис допустим заниматься бесплатно в группе я помогаю бесплатно направляю это недорогие деньги небольшие можно купить доступ сейчас и допустим этого здесь надо на блокчейн сайте зайти купить доступ и блокчейн и джанга потому что блокчейн будем писать сначала на джанга а потом на любой другой внизу там на данный момент 400 рублей было русских это недорого там шесть девять тысяч наверное так шесть с половиной тысяч все в российских в российских рублях недорого но в группе ребята я не помогаю так его человеку сбрело я очень занятой человек и вы будете заняты и поверьте мне когда начнете работать как денис а то кто работает активно чтоб обид не было так вот поехали дальше потому что это для дениса я пишу а уже ребят которые смотрят вот смотрите что сделал денис сил воедино он разобрался с параметрами но на самом деле магия начинает происходить с параметр только тогда когда мы начинаем разбираться с этим именно с точки зрения исключений это денис тоже понял то есть когда мы начинаем работать именно с исключениями тогда у нас начинает доходить тогда появляется тот опыт который нужен как работает язык с функциями большинство людей с исключениями вообще не работают они просто идут их тупо и ищут google что есть неверно откуда ж мы писать будем у меня ошибка бонзай или там не бонзай этого спасайся кто может что ж теперь делать потом сидит трое суток зачем правильно опыта нет никакого и сколько так будем второе документацию обходит мимо ребята денис работает документации научил этому только с документацией работа программиста это работа с документацией у вас будет следующее тот день когда вы примете решение начать работу с документацией с как в которой ничего не понятно будет у вас разделением до вы были любители и с этого момента если будете продолжать вы начали начнете становиться программистом кроме этого конечно то что я сказал надо путь определенный и путь как вы заметили я чего добивающих человека чтобы он понимал что он делает моя задача по поставить вопрос таким образом чтобы человек мог ответить но даже если вы пришли в школу то я вам рекомендую все равно как ни крути начать с функций либо можно там по путеводителю но начинайте с функций а в джанго мы работаем уже документации по системе работы с кодом я щас не буду останавливаться потому что это тоже основное просто о ней много говорил сейчас нет на это времени это как вы обрабатываете код денис теперь посмотрите на то что вы сделали у вас появилась структура это то как человек вообще соображает в жизни понимаете пойти в магазин действия сами до наброски пойти на рыбалку пойти там на природу пойти покупаться сварить суп и так далее действия человек не соображает так как учат допустим большинство курсов вот вы ребенка как учите если хотите научить его магазин вы берете и идете с ним магазин или вы так мы сейчас с тобой возьмем сетку она состоит из материи материи нитки такого то там размера тут ее вязали на фабрике там такой то это то что начинают люди стипы данных учить ребята в жизни мы понимаем действиями любой код это действие сначала надо научиться чего-то делать и как это делать нет я не настаиваю так вот денис смотрите у вас появилась структура структура функции которую вы можете применить в любом методе то есть работая с функциями вы засовываете в карман методы потом вы объединили в одно все у вас теперь вы четко понимаете что параметры у вас работают по одним и тем же законам стоп ребята есть вот кто слушает видео и вы вы ответить такой вопрос а вы с параметрами уверенно работаете а вспомните как вы их проходили сколько вечер или там пару часов прошли функции ребят а хотите я скажу вы ж не пишете и не будете писать потому что вместо того чтобы пойти в магазин взять ребенка за руку и пойти вместе в магазин вы ему рассказывали из каких ниток сетка просто не то делали меняйте подход вот вот я не что понял есть структура давайте идти дальше смотрим по признакам какие по признакам что он пишет давайте посмотрим сейчас дальше немного погрузился в гуланг это то что мы рассматривали по кругу прикрепляю второй файл далее си далее плавно перешел в java скрипт язык java прикрепляю вторую часть задания вот здесь записывайте я видел что вы здесь написали что такое зис так вот сейчас вам задание такое посмотрите два языка си плюс 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 и java вам не надо их изучать сейчас вы просто разберитесь что там делает зис потому что в java скрипт вы наверное увидели такую фразу что зис java скрипт делает не то что в других языках так вот разберитесь просто ноги растут оттуда да вот этот момент надо обязательно разобраться следующий момент Денис здесь вы все правильно пошли java скрипт надо делать следующим образом как вы я вижу и сообразились да то есть выбираете как вы выбрали метод если это метод контекста то есть разбирается что такое контекст и все вокруг него дальше просто добавляется другой метод сейчас вы ребята не будете ничего понимать просто я вижу что Денис начал писать да тут много моментов я для него говорю второй момент потом вы берете допустим замыкание но в любом случае выстраиваете весь подход вокруг чего-то одного потом расширяете не надо бросаться java скрипт довольно маленький язык просто там по разному каждому что-то свое нравится поэтому в java скрипт есть смысл изучить толком одну какую-то технологию метод контекста который я показал наверное самый мощный потому что он включает все в себя и поднятие и прекрасно использовать его в слово вылетело где-то у вас его видел далее вижу что я вам давал задание что вы должны разобраться что такое функции первого класса в принципе это все все вы делаете правильно единственное еще раз заострю внимание что функции первого класса функции высшего порядка это основа java скрипта вообще а дальше сначала берете какую-то одну технологию как допустим контекст и вокруг этого крутитесь потом дальше по чуть расширяете и все и пойдет все дело пойдет как по маслу дальше денис и другие ребята дальше вот мы это я открыл сейчас мы как раз работаем жанга я сейчас открою то что касается функции нам надо да денис очень важный момент чтобы вы поняли это практически посмотрите вот это класс это могло быть без функции это без разницы теперь надо еще понять кроме того это использование параметров в данном случае мы видим request и pk в разных библиотеках будет все по-разному но принцип будет всегда один и тот же то есть мы либо пишем параметры которые мы сами придумали это например справедливо для вновь создающихся продуктов типа тога в данном случае в данном случае если мы посмотрим параметры это у нас класс окно и мы четко видим что параметры здесь созданы логически так как это окно то есть заголовок окна ID окна позиция окна на рабочем столе тулбор размер можно увеличивать нельзя увеличивать это первый вариант и мы когда будем писать продукты уже будем использовать именно оперировать этими параметрами а вот есть тут все понятно но если брать джанга то тут немножко не явно тут надо понимать именно как использовать эти параметры посмотрите на это ведь не не зря мы включили здесь реквест и пк вот здесь таких фреймворках ахжанга тут надо знать документацию и понимать работу поэтому именно мы так медленно и очень много работаем вот давайте посмотрим то есть еще раз Денис первый пункт когда есть очевидные параметры как в окне второй метод применения параметров это не очевидные которые опираются на задачи в данном случае открываем открываем джанга и допустим смотрим в данном случае это спокойное изучение джанга но при этом все не то открыл открываем например то есть для того чтобы вбить эти параметры нам надо было знать уже запрос ответ иными словами вот эта документация сейчас мы не будем ударяться но здесь на самом деле тоже ничего сложного если взять любой веб-сайт тут всего две вещи происходят основных это запрос когда я нажал ссылку вот нажимаю открывая страница и получаю ответ в виде страницы либо я нажимаю ответа не получаю и тогда получается там 404 допустим да либо вообще ничего ну сервер отвечает страница не найдена если мы прочитаем эту документацию то мы здесь увидим что в первом первым параметром во всем жанга является реквест запрос поэтому исходя из этого мы теперь четко понимаем почему у нас появился реквест неважно это класс функция просто когда мы что-то пишем появляется реквест то есть поняли да мы могли назвать здесь Вася оно тоже работало ну это было бы не читаемо для других программистов второй момент мы видим ПК вот это самая частая ситуация в джанга и мы себе думаем допустим а как вот это все подхватит да да нет здесь нет никакого секрета на самом деле здесь можно было написать тоже нечто другое пока до определенного момента сейчас объясню здесь тоже нам требуется знания то есть смотрите на какие знания мы опираемся мы опираемся на знания что есть база данных база данных хранит хранит любую запись к любой записи создает ID кстати это вы же найдете в языке Python в языке JavaScript даже я не говорю о базе данных любой вот список вы создали и язык создаст ID иначе как его потом найти то есть запомните простое правило все все в языках создает ID либо вы сами можете для себя еще создать отдельный ID и здесь мы видим вот это ID мы просто знаем что база данных создает ID и мы присваиваем ПК а откуда взялось ПК а ПК берется тоже из наших знаний это если мы идем в модели да так вот он первичный ключ то есть то есть когда мы создаем абсолютно любую модель и при помощи модели создается запись то джанга со своей стороны тоже назначает такой ID только назван он первичный ключ именно поэтому просто сокращенно принято писать ПК первичный ключ и здесь мы приравниваем ID равно первичному ключу то есть я к чему говорю вот этот момент для вас еще стоит научиться для этого когда вы будете работать джанга вот сейчас я в конце еще завершу да что есть два способа всего работы с параметрами на самом деле потом подведу итог то есть откуда это берется а это берется опять же получается мы работаем с документацией из того с чего нам надо сделать да то есть открываем опять документацию потом сложим все в голове воедино и нам сейчас надо найти что часто используемые функции и здесь мы находим например функцию GetObject Or 404 потому что здесь есть видео вот этого объяснения я к чему сейчас рассказываю чтобы просто показать одну простую вещь что параметры используются всего двумя способами новичку может это сложнее но я делал урок вот это 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 в листе Django 4 пишем сайт с нуля по-моему 68 крутое объяснение related name да то есть как мы это делали это просто одно да было я рассказывал а сейчас я рассказываю принцип откуда это берется то есть и вы понимаете что документацию надо изучать но кроме этого я хочу чтобы вы сейчас Денис поняли сам метод использования поехали дальше где это все так вот в данном случае мы хотим запросить одну страницу просто есть удобная функция но так получилось что она есть то если страница не существует то вернет что страницу не существует в ином случае если этого не было страница не существовало либо сервер там выдал бы свою страницу что ее нет но все было некрасиво да а так мы можем контролировать и здесь мы что пишем мы здесь смотрим что нам надо мы здесь смотрим что класс функция какие имеют параметры абсолютно верно мы здесь для себя читаем Класс, здесь явно написано, что класс, то есть модель для нас будет. Да, и дальше любые позиционные, любые именованные аргументы, то есть все, что мы хотим. Именно поэтому уже логически у нас есть модель пост, которую мы писали, сейчас мы не будем внедряться в Django. Мы ставим здесь класс, а здесь мы, зная, имея знание, что каждая запись в базе данных имеет ID, это просто раз надо запомнить. А со своей стороны Django создает ПК, мы приравняли ПК к ID, хотя можно было бы сделать по-другому, можно было бы назвать Вася и здесь убрать ID, а просто... Просто... Сейчас, подождите, секундочку. А здесь просто сделать ПК, присвоить значение Вася. И это тоже будет работать. В данном случае, просто это кому как нравится писать. Но я сейчас хочу, Денис, чтобы вы поняли одну вещь. Есть два способа использования параметров. Первый способ я вам показал. Он простой... И вполне логический. То есть использование параметров, которые читаются в принципе интуитивно. Размер, позиция и дальше оперирование ими. Я сейчас не буду открывать справку ТОГа. И второй способ, когда мы используем параметры в зависимости от нашей задачи. В данном случае вы должны были проследить мысль, что... Я давал вам посмотреть видео, где я говорил в Django, что происходит. То есть сам процесс. Его гляньте там. Другие ребята, гляньте. Так вот, просто у нас есть задача была... Задача была получить одну страницу. Потому что мы хотим дальше использовать. Да, это... И тогда, исходя уже из логики, да... Мы сопоставляем себе, что... Ведь мы здесь пишем... Стоп. Отвлекался. Так вот, закончу. То есть параметры прописываются, исходя из задачи. Django, ну, наверное, это одна из самых таких сложных, но хорошо документированных библиотек. Допустим, в оконных приложениях все намного проще. Но в любом случае, вы будете всегда сталкиваться с двумя этими ситуациями. Где... Почему я говорю, всегда надо работать с документацией, а работать с документацией. Открыть документацию, если мы используем, то смотрим, что там в параметрах. И уже исходя из этого, мы начинаем делать. При этом... Смотрите, я же говорил, почему важно считывать параметрами. Потому что параметрами мы, ребята, всегда размышляем. Вот я думаю, что request просто мне здесь надо, необходимо поставить, потому что в документации написано request. Это первый параметр, который всегда есть. Второй я оставлю, исходя из того, что... Я оставлю код, как и было ранее. Второй, исходя из того, что мне надо ПК. То есть, в любом случае, здесь это для меня логическое слово. Но дальше все, что происходит, то, что зависит от моих действий. И опять от дополнительных знаний. В данном случае я просто знаю, что ID создает база данных, пока первичный ключ со своей стороны создает Django. Поэтому, чтобы мне было понятно, я ставлю ПК. Для меня это означает primary key, первичный ключ. В итоге, код легко читаем, код понятен. Но если бы я не знал ничего о параметрах, если бы я об этом не думал, то никогда бы не пришел к этому вот пониманию и стилю. То есть, все банально просто. Я к чему для вас это, Денис, рассказываю. Потому что вам дальше надо будет практика. То есть, вот такого осознанного, как я показал, работы с документацией. Хорошо брать Django, хорошо брать Togo, тем более это. Можно брать Pandas, ну все что угодно. И второй момент. Вы, когда учитесь, вы пишете также переменные, но вы привыкли, что переменные. И там пишете, допустим, пока не знаете какое-то там слово. Даже когда изучаете типы данных, ну пока мало. А потом получается, что когда мы начинаем писать уже более серьезный код, вдруг мы вот это видим и нас путает. Да, вот это все. На самом деле, на самом деле, питон ведь, он не знает, что в питон можно все что угодно. То есть, он не знает. Если брать переменную, да, переменную, то питону все равно, что там происходит. Лишь бы он это мог читать. Здесь все банально просто получается на самом деле. Вот у нас есть переменные. То есть, мы хотели обратиться к странице. Когда мы к ней обратились, мы ставим эту переменную. Далее, я там рассказывал в том видео, пошло Related Name, да. То есть, иными словами, мы можем посчитать, сколько комментариев у нашей страницы. И далее применяется метод. Далее применяется выборка. Я это все рассказывал, но говорю. Я к чему это говорю? Смотрите, какая может быть переменная. Но вот сейчас в данной строке показано то, что надо изучить джанго обязательно. Вы собираетесь джанго, я так понял. То есть, именно, я не зря в уроке в этом сказал, что месяц надо посидеть с выборкой. Потому что от того, как вы научитесь выбирать, будут зависеть функционал, какой сайт вы можете написать. С правильной выборкой, любой. А все остальное научимся. Итак, сложновато немножко получается, я согласен. Но просто я еще вас настроил, Денис, на практику, да. Что, из чего складывается практика. Как эта функция вот на практике применяется. Теперь, Денис, пошли дальше. Чтобы у вас все было правильно, нам надо еще, это я набрасываю на будущее, что надо сделать. И сейчас дам домашнее задание вам. Что сделать действительно правильно в данный момент времени. Когда я посмотрел то, что вы последнее написали. Ага. Здесь я увидел у вас фразу. Знаете какую? Ребят, смотрите что. Ведь я постоянно повторяю. Но самое главное, я теперь знаю, где искать. Ведь я постоянно что делаю? Отправляю Дениса работать с документацией. Смотрю, будет работать, не будет работать. Это уже дело каждого. Ну, не будет работать, ну, и я не буду давать задания. Мне говорится, это не вам в обиду, Денис, как говорится. Как это, как это, пословица есть, баба с возу, коню легче. Поэтому здесь у меня такая позиция. Но вот эта фраза, на самом деле, она очень главная. То есть, вот это и есть один из элементов системы работы с кодом. Когда человек проработал, основательно проработал, и ведь что надо нарабатывать? Где искать? Потому что я когда показал вот этот код, не зря, да? Еще очень много работы Денис, да? Но вот эти все вещи, они не могут дойти, пока вот эти все, то, что вы сейчас делаете, не отлетают. Понятно, когда сейчас вы уже открыли, вот я знаю по вам, что если открыть вам вот этот код, то вы скажете, о, два обязательных позиционных параметра, значит, сюда надо передать два обязательных позиционных аргумента. И будете абсолютно правы, и это то, что на данный момент от вас требовалось бы. Потому что, попробуя вы не передать, получите исключение. Но вы уже будете знать, судя к работе, как его исправлять. Теперь дам вам новое задание. Смотрите, вы разобрались с параметрами, вы разобрались с структурой функции, класса, метода. Выделили здесь то, что работает для всех. То есть, свели в одно. Значит, из этого можно сделать вывод, что вам теперь надо нарабатывать, что можно делать с функциями. Допустим, если мы откроем язык, да, то есть, вот эти все вещи надо все прорабатывать. Вот, например, берем модель джанга. Сложно? Фигня, не сложно. По одной простой причине, это обычный класс, Python. И мы здесь писали методы. Вот мы будем ставить лайки, и нам надо их посчитать. То есть, придумали метод, total likes, создали поле, лайкать, да. Это джанга. Я пока уловите смысл. И берем переменный. Мы переменный присваиваем, опять же, относящаясь к конкретному посту, присваиваем функцию. В данном случае метод, да. И будем уже оперировать только самой переменной. То есть, дальнейшая ваша работа с функциями должна заключаться в том, что вы начинаете изучать возможности функции присваиваемой, переменной, функции высшего порядка, функции первого порядка. Это вам приходится и в JavaScript, и везде, да. Это направление записали себя, поняли. То есть, я должен разобраться, вы начните, а я там подскажу. Второй момент. Это я такую общую картину для вас рисую. Но ведь нам надо чем-то заполнять, то есть, из чего-то писать конструкции, да. Вот у нас есть класс, есть функция, да, из чего-то писать конструкции. Давайте откроем язык. Язык Python. Документацию откроем. И откроем справочник по языку. Вот это все, простые операторы. Оно у вас отработается по ходу. Вам сейчас надо вбить составные операторы и начать с четырех. If, else, for, true, try, все. Try, exact. То есть, смотрите. Давайте рассуждать. Правильно. Когда у нас есть основная структура, теперь нам надо забить в голову какие-то моменты, на которые можно опираться. Из чего мы будем писать код. Значит, логично выбрать не так много операторов себе. И смотрите, типы данных, я вижу, что вы ковыряете там списки, ну, все эти типы данных, да, вы ковыряете. Это все вы правильно делаете. Но основательно мы подойдем к ним только после классов. Пока вы ковыряете, ковыряйте. Как вот вы понимаете, и здорово. Сейчас нам надо составные операторы. Нам надо взять if, else, try, except и for. То есть, вот эти пять вещей мы сможем написать, имея их основу, все, что угодно. В принципе, далеко ходить не надо. Если пойти к тем же разработчикам Django, они это четко-четко понимают и прописали, да, то есть они рекомендуют. Вот берем функции. Где они показывают? Мы рекомендуем две конструкции. Раз конструкция, два конструкция. По сути дела, с какими бы библиотеками вы бы не работали, вам этих четырех конструкций хватит на все случаи жизни. Почему? Потому что, смотрите, ветвление. Это вам поможет разрулить абсолютно любые ситуации. Идем в магазин. Так, написано перед нами, нам надо колбаса, но перед нами хлеб. Значит, включаем поиск, ищем. Ага, колбаса поворачивает направо, налево и так далее. Поняли? То есть, вот эти две вещи. Второе. Вторая конструкция. Вот эти вещи, кстати, относятся ко всем языкам. Вам они будут после этого понятны в любом языке. JavaScript, то, что вы делали, только вы теперь заполняете. Секрет в другом находится. Сейчас скажу чуть ниже. А вот эта для Python конструкция, try-exempt, она прекраснейшая, подходит к джангу и подходит абсолютно к любым вещам, которые бы вы ни писали. В чем ее прекрасность? В том, что мы даем команду try, то есть, иными словами, пытаться делать что-то. В данном случае, извлечь определенную страницу по ПК, ну, это неважно. Возьмем так, извлечь страницу, потому что мы здесь видим get-запрос, да, метод. Если что-то пошло не так, то обработать исключения, перехватить и обработать, вывести какое-то то, что мы можем вписать человечески понимаемым языком. То есть, страница не найдена, там, что хотите. Иными словами, сам по себе вот этот метод, он прекрасен абсолютно для любых библиотек, потому что он включает две вещи. Сначала мы пытаемся что-то сделать, если что-то пошло не так, мы заранее уже выводим исключения. В случае со страницей мы четко понимаем, страница может быть, может не быть, да. Поэтому мы, допустим, обрабатываем исключения при помощи ключевого слова rise и при помощи самого исключения. Эти исключения в будущем вы сможете и сами себе написать. Отпишите чего-то, выдумали себе исключение, потом вбили его сюда, перехватили, и вам все понятно всегда будет. Поэтому следующий шаг, чтобы наш код начинал оживать, наполняться, как вы писали прекрасную фразу, Денис, что наконец-то, вы написали, это ваша фраза, мне она очень понравилась, наконец-то код пошел с головы. Это начало программирования, ребят. Я просто не удаляю, сейчас хочу потом кое-какую справку. Вот Денис там и Александр сейчас занимаются активно. Очень мало людей в группе занимаются, видно стесняются. Но я помогаю в группе, почему? Потому что другим ребятам они могут проделать, кто-то стесняется, кого-то мало времени, и они могут вместе с Денисом делать и расти. Потому что напрягать никто никого не напрягает. В школе должна быть возможность обучения у каждого человека. Было бы желание. Теперь сам секрет. Так вот, смотрите, иными словами, здесь мы, теперь нам надо построение самих конструкций, да? Но вопрос, что просто изучать, допустим, if, else, это неправильно, вы мало найдете. Но если вы подойдете таким образом и тертульс, найдите эту утилиту и начните с этим работать. На самом деле, здесь вы найдете и примеры с try, except и for, то есть все будет в одном, только на практике. И самое главное, что вы сделаете, освоите цикл for. Но это еще даже не все. Потому что вся ваша жизнь программиста будет связана, если мы берем в любом языке, да, последовательность. Нам, у нас есть 20 записей. Нам надо, чтобы их вывести, надо их пересчитать. То есть опять for. Нам надо вывести 5 записей. Это пересчитать. То есть с пересчетом записи и так называемой итерацией вы будете иметь всегда дело. Только начните, по моей рекомендации, со сложного варианта. Потому что сам по себе цикл for простой. Но если вы изучите и тертульс, прекрасная утилита Python, на все случаи жизни, здесь есть очень сложные итерации, как вы видите, то и сделаете шпаргалку, то раз и навсегда вы для себя решите вопрос с выборкой чего угодно. С чего угодно. Иными словами, это будет уже профессиональный шаг. Кроме этого, вот это, к этому я вел видео. Кроме этого, смотрите, что мы с вами делаем в данном случае. В данном случае мы с вами все делаем очень круто. То есть мы для себя, я назову их конструкциями, да, хотя называются они правильно, как мы говорили, составные операторы. Мы с вами изучаем составные операторы. Нет смысла идти копать весь язык. Вы потом спокойно сможете расширять. Займете, допустим, тем же тестированием, это очень важно, да, пока не дошли, то разберетесь с Ассер, да, командой. Пас вы, допустим, уже заявление. Это все приложится. Это потом просто посмотрел, пошел в документацию, применяешь. Но вам сейчас в данном случае надо вбить какой-то костяк, от чего плясать. Плясать надо именно от этого на первом этапе. И самое главное, еще раз повторяю, метод изучения должен быть эффективный. То есть и для этого сам по себе метод изучения мы применяем, именно разбираемся с итертульс, да, с этой утилитой. В результате мы изучаем итерации. Самая одна из краеугольных вещей всего программирования, абсолютно любого языка. Почему? Потому что вальцикл или фор, или будет как-то по-другому называться, но это тоже будет присутствовать абсолютно в любом языке. Просто нет никакого языка богаче, чем у Python, именно вот это итертульс. То есть излечение объектов совершенно разным способом. Это уже у вас появится профессиональный код. Иными словами, получается изучая итертульс, вы решите все остальные вопросы автоматически. То есть изучите if, else, try, exact, for, нравится там цикл while, пожалуйста, просто мне нравится больше for. Кому-то нравится while, работают примерно одинаково. Да, ну тут, как говорится, дело такое. Но я вам рекомендую просто for, а как-то не знаю. Ну, начните с него, а там уже посмотрите. Иными словами, мы начинаем, мы начинаем заполнять вот эту пустоту. Вот мы изучили структуру, теперь мы начинаем заполнять простоту, то есть решение самой задачи. Вот этот поход в магазин состоит из определения маршрута, из взять сетку, написать список и так далее. То есть включение каких-то действий. Эти действия под себя предполагают заключить какую-то конструкцию. То есть если в голове вы делаете то же самое. Так, если дождь, возьму куртку. Если ясная погода, одену ветровку там или там майку. Иду в магазин, если будет там то-то, то будем готовить это. То есть ваше размышление уже размышление программиста. Просто здесь вам надо обозвать. И чтобы это обозвать правильно, мы просто берем всего вот этих пять вещей, которые начинаем тотально изучать. Вы читаете все, что есть в документации про них. Вы параллельно разбираете от и до. Но кроме этого вы работаете именно с одной утилитой iter-tools, чтобы решить вопрос с for. Далее вы себе сейчас записываете. Первый в вашах должен быть. Что такое? Итерация. Это можете прочитать где угодно, но лучше найдите еще на сайте Python. В индексе. Итерация. Итератор. Это будет нужно для всех языков. Итерируемый объект. Конечно, можно говорить, как я вам рассказывал, с камешками. Посчитайте камешки пальчиком. Потыкайте. Да, раз, два, три, четыре, пять. Но в языке программирования проще сказать, что провести итерацию. Пересчитать. Итератор. Что это по отношению? Итерируемый объект. То есть, разберитесь с этими понятиями. И уже когда вы разберетесь с этими понятиями, и себе нарисуйте камешки так, или разложите, и скажите, вот я сейчас буду делать итерацию. Камешек раз, камешек два. Именно так. Не надо смеяться. Надо четко понимать. Надо понимать так, чтобы вы могли объяснить ребенку в шести лет. Тогда вы понимаете. И после этого пишите первый код с итертульс. Я вам даю ссылку. Много примеров в интернете. Начинайте с официальной документации. Дальше посмотришь, что делают другие. И у вас появится прекрасный опыт. На выходе, что мы должны с вами получить? На выходе мы с вами должны получить следующие вещи. Первая вещь. Мы должны взять основные конструкции, составные операторы, с которых мы будем составлять наши логические измышления. Второе. Мы должны решить вопрос из вечной сфор, чтобы у нас всегда была шпаргалка. Но мы четко должны понимать, что мы хотим сделать. И тогда останется нам последний шаг. Тогда вот действительно нам, мы можем уже основательно подойти к типам данных. То есть тогда уже будет осознанный подход к тому, что теперь мы будем оперировать все это типами данных. Пока вы оперируете, так как вы ранее работали с типами данных, пока вы такой вот полу-понимаю, полу-не-понимаю, и работаете. Это знание должно стать само. То есть, проходя вот это, у вас явно выработается то, что вам не хватает знаний и типов данных. То есть вы что-то знаете вот в этом месте. Мы тогда с вами подойдем по следовательностям. А для других языков и для того же Python вам надо будет разобраться еще массивы. Этого достаточно, чтобы писать уже на любых языках. Да, потому что берем JavaScript, берем Java, там в основном самоиспользуемые массивы, все остальное, строки, числа, оно все одинаковое, оно все простое, даже там смотреть нечего. Нас интересует то, что создает структуры данных. В данном случае мы будем брать две вещи. Последовательность массивы. Массивы есть и в Python. Кстати, NumPy использует массивы очень широко и работает очень быстро. Итак, я надеюсь, что вот это вы уяснили. Вот чего я следующих заданий от вас жду. И надеюсь, что у вас уже новые фишки провалятся, потому что вот эта фраза, она прекрасная была. Потому что первое, что когда происходит, человек начинает писать. То есть, вот, сам факт, что есть то самое написание, а не тупое гугление. Понимаете, когда код идет с головы, и после он начал рождаться. А после начинают уже собираться фишки. И вот, для многих это сложное будет видео. Ребят, то, кто только начал изучать язык, надо просто начать заниматься сначала. И заниматься каждый день. Вот как правильно пишет Денис, Москва не сразу строилась. Маленькими шажками. Важно здесь просто заниматься. Но чего добиваться, чего надо всегда добиваться, чего я добиваюсь, когда вот помогаю. Да, так. Я добиваюсь, чтобы человек понимал, что он делает. И не говорите мне, что как я могу понимать, что мне делать. А можете. Ведь Денис же понимает. Потому что задашь вопрос, а вот так, ага, действительно параметры, функции у класса, у метода одинаковые. То есть делаются выводы. Вот так человек идет уже совершенно другое. Понимаете? Он становится в позицию, когда он делает запрос, а не просто ищет и чего-то там повторяет. Это все бесполезно. На самом деле сейчас с Денисом что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся создать полную конструкцию языка, которая бы работала в любых языках. Да, практически с малым изменением. Ну, а Денис, вы поняли, что делать? Это длинная тема. При этом, заметьте, Денис, смотрите. Заметьте, у вас еще куча, еще впереди очень много интересного. То есть с функциями вы еще не закончили, да, до конца. Что можно делать с функцией? Очень много чего можно делать с функцией. Это надо заканчивать. Но, тем не менее, нам надо двигаться дальше, чтобы структуру вот эту отстраивать. То есть мы с функцией дальше продолжаем, но уже в пределах вот этих структур. То есть обогащаем как бы. Мы уже наращиваем. Начинаем уже действия делать более осознанные. Но уже знаем зачем, да. Поэтому сейчас сосредотачиваетесь на вот этих вот вещах. Вот этих вот вещах. For. И здесь у нас идет iter-tools, да. То есть это как метод изучения всего вот этого на практике. При этом решение вопроса, раз и навсегда, с итерациями. То, что нужно в каждом языке. И выстраивание своей конструкции решения вопроса. Это то, что я говорил. Пойти мы сначала вот эта функция. Мы идем в магазин. Понятно. Вот оно действие. Идем в магазин за покупками. Теперь нам надо, а как мы идем в магазин. То есть как мы будем идти. Если дождь, если дождь, одену куртку. Если нет дождя, одену там майку. Если много, то надо составить список. Ага. Составляем продукты. Определяем маршрут. Пойду либо там в один магазин, либо в второй. Потому что в этом мясо, фарш не такой, а в том фарш такой, который мне надо, допустим. Ну, я к примеру. То есть поняли, да? То есть начинаем себе вырабатывать какой-то стиль. Как же мы будем оформлять этот код? Хотя мы еще не добрались. Да во что мы будем все это складывать? И здесь опять начинаем работать с документацией. От документации. И вы убедились, когда я Джанго показывал, без документации никуда. Ладно, ребят. Значит, здесь вообще Куджанго. Здесь мы работаем по системе работы с кодой, с документацией, но только на практике. Постоянно с документацией. Просто надо себе сказать, что работа программиста – это работа с документацией. Это часть работы с документацией. И не переживайте. Буфсиновский лет 10 назад тоже говорил, что что я пойду в эту документацию, там ни хрена не понятно. Ребят, это неправда. Просто начните. Вот в школе мы работаем в курсе Джанго постоянно с документацией. И просто вот принудите себя, да, не оставлять. И вы увидите, что документация начнет вам отвечать совершенно скоро. То, что молодец Денис, что он работает именно с документацией. Почему? Потому что это то, что надо понимать. И тут вяжется все остальное. Не работаешь с командной строкой, не понимаешь документацию. Не понимаешь документацию, не можешь писать код. Вот, неправильно пошел изучать. Вот, допустим, смысл, допустим, человек изучал-изучал, там, 3 месяца, там, говорит, читаю Луца, там, изучаю 3 месяца. Изучал-изучал, а при этом писать не можешь, то изучал. Зачем изучал, не знает. Правильно. Потому что надо определенный подход. Подход, который будет воспринимать ваш мозг. Есть что-то ключевое, есть что-то подтягивается. Если мы с вами учимся месяц, два, три, но потом отучились 3 месяца, вот закончили курсы, открываем исходный код, и там ничего не понимаем. Вопрос, а чему мы учились? А не знаю. А как же так получилось, что Денис через, там, 10 дней начал читать этот файл? Совершенно осознанно. Хотя, у них тоже было. Я дал задание по файлу. Ну, что, пошли сверху. Так, чтоб не ошибиться. Но, тем не менее, никакой системы-то не было. Было видно, что у Дениса и у Александра нет стиля, а как они будут читать файл, что они будут читать в файле, а это все еще надо с документацией составить. А потом, бац, появилось, оказывается, все читаемо. Видите? Очень многое зависит от того, как подойти, каким образом подойти к языку. Что-то ядро, что-то стягивается. Это так в жизни у нас, ребята. Просто, допустим, я еще раз скажу. Если вы ходите в магазин так, навряд ли, да, что так, пойду-ка я возьму сетку, которая из ниток там или из целлофана, целлофана произведена в фабрике «Красный заряд» и так далее. Вы же это не делаете. Вы идете в магазин, у вас есть определенное действие. Так вот, в языке программирования тоже есть какие-то ключевые вещи, которые являются ядром, которые, в принципе, определяют какое-то понимание для вас. Таким элементом является функция, класс, метод. Оказывается, все это можно свести воедино. И когда мы четко понимаем, что у функции, у класса, у метода параметр работает по одним законам, то, смотрите, оно само просится. Так нам всего лишь теперь надо разобраться. Ага, задачи класса. Хотя половину уже мы будем знать. И там я, Денис, не лезу, потому что классы неправильно тоже изучают. Люди изучают классы. Это есть наследование, с конца начинают. А надо телегу вперед поставить. Поэтому я сюда не лезу. Там беда с атрибутами. Все это ошибки. Посмотреть в интернете одни и те же. Ну, ладно. Пока это мы не трогаем. Все, ребят. Итак, кому сложно и хочет более осознанно, нравится моя система, приходите. spb-tut.ru Пишут у меня все, но есть одна проблема. Придется заниматься, если хотите. Мне все равно. Будете вы заниматься, не будете. Я занимаюсь уроками. Кто хочет, работает. Ну, а, конечно, очень кто индивидуально приходит, сейчас занимается. Остался один парень пока. Скоро будет, думаю, еще один придет. Занималось три человека. Это немножко там, конечно, все покруче. Когда занимаюсь я конкретно с человеком, ну, понятно, что это дорого. Я очень хорошо понимаю, что не все могут себе позволить. 48 тысяч, допустим, российских рублей. Поэтому можно заниматься и бесплатно. То есть делать уроки. У кого есть желание, допустим, повторять уроки Дениса, либо там самому активно работать в группе. Как правило, в группе мало людей активных, очень мало, потому что, ну, у каждого свое. Но, тем не менее, результаты есть. Да, вот хит-продаж. Здесь и блокчейн, и джанга. Все, ребята. В общем, поняли, что все получится. Было бы желание. Не надо никуда торопиться. Не надо ставить себе препонов за месяц, два, за три. Вы просто начните движется, и все получится. Просто не оставляйте, писать будете. Но я не вижу, не вижу там, что, допустим, человеку может не получиться язык. Ну, подождите, вот, когда я все объяснял, неужели я что-то сложное рассказывал? Да, для новичка, возможно, есть какие-то сложные вещи. Но единственное, в чем надо вам разобраться, это, что разобрался язык Денис, да, то каким образом вы изучаете язык? Конечно, лучше находиться в сообществе, где вы видите, что делают другие ребята, смотреть уроки. Ну, тогда все быстрее происходит. Потому что, ну, это уже ваше дело. Тут я не буду, а то скажу, что я рекламирую. Вот, просто, кто воспринимает мою систему, то пожалуйста. Спасибо. Кому понравилось, ставьте лайк. Ну, если где-то сложно было, то, еще раз говорю, ребята, которые недавно начали язык изучать, то начните сначала, все дойдет. Продолжение следует...